Привет, друзья! Делаем мини-обзор на геймпад F1 со встроенной батареей 2000 мАч по такими механическими кнопками и со встроенным кулером. На задней стороне у нас USB для того, чтобы заряжать, например, телефон от него. В комплекте идет шнур. Есть кнопка питания. Включает-выключает кулер. Есть индикатор того, что кулер включен и есть индикатор заряда. Зарядка самого геймпада находится вот здесь. Разъем microUSB. Ставится смартфон в геймпад очень быстро. Не блокирует кнопки, не зажимает ничего. В принципе, сколько там, 5 секунд я потратил. Вот так выглядит это все в самой игре. В принципе, это один из самых эргономичных держателей и очень удобная вещь для смартфонов размером до 7 дюймов, потому что 7 дюймов уже не помещаются и больше. А размер 6-6,5 это как раз то, что нужно. Кулер со своей задачей справляется. За 5 часов игры на Note 5 Xiaomi он алюминиевый, поэтому как раз КПД самая высокая, потому что алюминий остывает быстрее. Плюс он рассеивает воздух. Видно, да? Остается зазор небольшой. Как раз через зазор будет рассеивание воздуха идти теплого. То есть, скажем так, этот геймпад поддерживает максимально долгое время смартфон в нормальной температуре, чтобы процессор не начинал троттлить. Это очень большое преимущество для тех людей, кто не хочет обновлять смартфон, а играть все равно хочется. Хорошо видно? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Получается, идет геймпад вот в такой упаковке, подарочной, в форме аэрдропа из PUBG Mobile. В комплекте будет идти кабель 30 см, microUSB. Также в комплекте будут идти дополнительно сменные резинки. Если ваши сотрутся или потеряются. Резинки, обращаю внимание, не те, которые на триггеры, а резинки, которые блокируют скольжение смартфона. Приблизь, пожалуйста, вот тут. Вот, видно? Вот здесь и вот здесь. Благодаря вот этим двух резинкам смартфон в держателе не скользит. И еще есть мануал. Не знаю, может кому поможет. Обычно мы в директе помогаем настроить геймпады.